Всем привет! Сегодня у нас прямой эфир. Сегодня мы будем с вами продолжаем рубрику Давай поговорим об этом. И сегодня у нас это Дарья должна присоединиться. Вот Дарья пришла. Привет-привет! Помахать. Помахать вам всем. Дашу присоединяем. Единственное, что я не знаю, комментарии. Дашенька, ты приняла мою заявку? Посмотри, пожалуйста. Даша есть. Привет-привет! Научи меня в прямом эфире, как остановить комментарии. А, нажимай на комментарии, там будет три точки, по-моему. Нажимаешь одним нажатием, и оно отключается. Так, так, так. Поделиться, выключить. О, девочки, простите, выключили комментарии, а то даже все лицо прям вот так вот будет не видно и будет нехорошо. Сегодня я тут... Да, и спасибо всем за сердечки. Отправляйте сердечки для того, чтобы наше полезное видео было всем полезно. Да-да-да. Кстати, я сегодня в новом платьишке нашем. Которое на это, на эскосок? Которое на перекосяк. Только оно мне большое. На перекосяк. А ты так похудела. Как ты любил, у нас работают персик. У меня даже еще этикетка висит, но оно у меня уже большое. Ну, я думаю, что я его оставлю с поясом. Ну, вообще, конечно, прелестный цвет, шикарное качество. Я прям от него очень в восторге. И тебя освежает. И тебя с именинницей сегодня. Да, кстати, моей маме сегодня 86 лет. Вот. Она у меня такая живчик, я вся в маму. Ну, что, у нас сегодня тема. Название темы я не написала, но я думаю, что не страшно. В принципе, это... Как продавать левая пятка? Она все равно ушла бы. Да. Да. Мы специально придумали такое название, чтобы заинтриговать, что у каждого есть левая пятка. Надо просто ей научиться управлять, да. И именно тема про продажи. Да. Кто будет первый задавать вопросы? Ты. Я знаю, что ты давно вообще в принципе в продажах, что у тебя есть опыт. Расскажи немножко об этом, потому что, ну... Ну, я... Тема распродажи. Я поняла, да. Ну, я просто хочу сказать, что к этому я пришла. Потому что раньше я не умела продавать, у меня не было... Ну, не было опыта никакого. Но мне пришлось, потому что... Ну, еще раз скажу, что я заканчивала электромеханический техникум. Я оператор станков программного управления. Это вообще не про продажи. Близко. Хотя в детстве я любила актерское дело. Я даже поступала на актеры театра и кино. Но это тоже не про продажи. То есть я себя там не продала и не поступила. Меня не взяли. А потом так случилось, что вот был кризис бешеный. И нужны были деньги. И дети маленькие. И все остальное. И поэтому, естественно, пришлось... Пришлось идти в продажи. И первые мои продажи начались у нас с мужем, когда мы продавали на базаре. То есть... Да, мы стояли прям вот... Это сейчас вот стоят павильоны, ларьки и все остальное. Это по поводу того, что когда нужны деньги, когда нечего есть, когда ты не знаешь, как обеспечить семью, то ты идешь на любые вообще, вот на все. И тут не стоит вопрос, торгашь ты, не торгашь, продавец, не продавец, стыдно, не стыдно. У обоих с мужем дипломы, да, могли бы работать на перелетном заводе, но из-за того, что денег было недостаточно, нам пришлось. Муж ездил как челночник за одеждой, привозил кожаные куртки, кожаные сапоги. Мы стояли, все это стелилось на земле, прям вот тряпочки. На этих тряпочках выставляла одежда. Само одевать было нечего, зато кожаные куртки продавали, в то время было модно. Это вот первые продажи, которые мы пробовали. Деваться некуда было. Вторая продажа, это когда я уже пошла в ларек работать. Это вот сейчас павильоны, в которых тепло, в которых есть туалет, в которых есть все. На тот момент, в те годы, это были маленькие вот ларечечки, ларечечки такие, холодные, без туалета, с ведерком и со всем остальным. Это было страшно, это было безумно холодно зимой. Мы сидели в валенках, мы сидели в одежде очень теплой. И у нас стояли печки, и мы задыхались просто от этих печек, но выбора не было. Это вот по поводу того, что откуда приходят продажи. Я понимала, что если я продам мало в магазине, то, соответственно, мне заплатят меньше. Поэтому я уже начала придумывать, изобретать какие-то вещи, чтобы привлечь большее количество людей. И вот здесь вот, когда кто-то мне говорит, ну правильно, вы же деньги зарабатываете, вы вон уже чего достигли. Вам-то легко рассуждать. А ведь на самом деле, знаете как, я была в той же категории, у меня не было одежды, потому что не было возможности, детей нужно было поднимать. Я ходила в мужских свитерах, в мужских маленьких джинсах, переданных где-то по наследству. То есть я не очень выглядела и одета была. Худющая от того, что есть практически нечего было, а не потому, что я там зажирела. И я работала с алкашами, по-другому никак не скажешь, потому что у нас было виноводочное это. И приходили алкаши, вот не просто те, которые любят выпить, а алкаши, которые тусили рядышком с павильончиком, вот с этим ларёчком и на троих соображали. А чтобы они покупали не только водку. Вот здесь вот я изобрела просто определённый велосипед. Ну вот что-то своё. Я им говорила, жена-то ругаться будет, они говорят. Наверное. Я говорю, а возьмите помимо водки, возьмите ей бутылочку шампанского и коробочку конфет. И тогда она вот будет вам, она скажет, ой, мой мужчина меня любит. О, давай. Или, ой, мне не хватит на коробочку конфет. Я говорю, ну шоколадку. И вот таким образом я к водке, чтобы люди побухали. Комплексные продажи. Комплексные продажи устраивала. Это вот оттуда. Это потом уже отделочные материалы были, открыли новый магазин, сантехники. Потом была мебель. Я работала в мебели и там училась работать с клиентами и предлагать. Потом я пошла товароведом, кассиром, ой, нет, управляющим магазином маленького и раскрутила его с минус 50 в плюс 50. Но это вот только додумывала и понимала, что если я что-то сделаю такое, которое отличается от всех остальных, только тогда я смогу продать больше, тогда продавцы смогут продать больше, соответственно, мы привлечем большее количество клиентов и, соответственно, мне заплатят больше процентов от прибыли. Потом был крупный гастроном, товаровед, кассир, и вот оттуда я уже ушла в фаберлик. То есть вот опыт он вот с маленького, с мизерного и даже иногда с позорного, мне казалось. Но деваться было некуда. Кто-то остался на базаре, вот до сих пор вижу некоторых своих, как говорится, коллег по цеху, с которыми мы продавали на базаре, они так и стоят на базаре, только уже теперь в павильончиках или на лареоте, ну вот этих вот крытых. А кто-то предпринимательски поднимался с низов потихоньку вверх, 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 вверх. И потом пошел фаберлик, продажи. Я была продавец, у меня вот фаберлик, например, я делала по 600, по 700 баллов личных продаж в легкую. Вот такой момент. Я знаю, что ты начала продажи тоже с определенного момента. Ты поделись, с чего ты начала продажи. Ну, у меня продажи-то начались с фаберлик, и для меня вообще продажи это был жесткий прессинг. Я почему и написала в посте, что для меня продажи это было что-то за гранью. То есть я понимала, что я никогда вообще не буду ничего продавать. То есть это вообще не для меня. Это вот из той оперы, вот про кого я писала, это точно вот про себя, да? Что я уверена была, что это позорно, что это стрёмно, что это наглые люди, которые что-то продают, впаривают. То есть это вот, в общем, всё. Людят выпить, вот они какие-то. Да, весь негатив, это вот всё было в голове, и я считала, что продажи я никогда не пойду. Вот, и это не для меня. Да, 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 да. И даже когда я пришла в фаберлик, когда меня зарегистрировала сестра, и когда, ну, как бы, я по большому счёту просто покупала продукцию. И мы начали с мамой. Мама приносила каталог в магазин, в магазин, на работу. И, соответственно, это такой был передвижной магазинчик, да, где мы могли что-то сделать. Мне тогда даже было как-то так не по себе. То есть по большому счёту делала продажи мама. Ну, то есть, ну, как она делала продажи? Она просто предлагала кому-то что-то посмотреть, и всё. А в чём не по себе так было? А в чём не по себе? Скажи. Ну, я никак не могла переступить тот момент, что я что-то буду предлагать. То есть это вот это чувство навязывания прям фонило. Я помню, когда нам давали задание, что надо пойти, взять каталоги. Эта методика 10 каталогов. Я тянула до последнего. Для меня это было просто, блин, ну, это просто жесть. Да, да, да. Я просто помню, когда я впервые пошла, как раз Сабина Каратун, да, она одна из первых моих клиентов. То есть это когда я взяла всё-таки... Она клиентка была. Я взяла несколько каталогов и буквально так зашла в магазин, трясясь, там, не зная, что делать и что говорить, я просто достала каталог. А что-то я у неё купила. У них тогда был с мужем магазинчик, он ремонтировал технику. И я такая, что-то мне нужно было купить, и такая, думаю, а что бы не дать, то есть уже разговор какой-то завязался. Я говорю, я консультант Фаберлик, может быть, посмотрите каталогик. Она такая, о, прикольно, давай посмотрю. И получается, потом я ещё, как раз у меня была ещё одна консультантка Наташа Радько, уже позже, это вот тоже был мой первый клиент. Я пришла распечатывать бумажки, опять же, на каталоге. Она такая, о, Фаберлик, я говорю, да, ты знаешь, она такая, ну, что-то слышала, а есть каталогик посмотреть? Я такая, блин, у меня спрашивают каталогик, я достаю, да, да, есть. И вот это мои два первых клиента и потом моих два первых консультанта. Поэтому для меня это было что-то вообще просто с чем-то. Но я помню, знаешь, по поводу, кстати, продаж. Когда мы начали выходить уже потом со стойками, и как-то мне помогала мама. То есть мне надо было второго человека, чтобы всё равно, когда я там что-то раздаю или разговариваю, чтобы кто-то присматривала. И вот маму позвала, говорю, мам, помоги. И я стою, разговариваю, что-то там первое, это одно, другое, третье. И она такая, боже мой, Даша, да ты ж даже на ёлки никогда не выходила танцевать. Как этот забитый ребёнок может сейчас так спокойно стоять и разговаривать? А я такая, чё? А чё такое было, да? То есть это настолько вот уже вошло в такой вот ритм, что я 10 лет назад бы сказала, что я никогда бы прямые эфиры не проводила. Да-да-да-да-да-да-да. Да, это точно. Поэтому продажи, я не скажу, что я сейчас, например, продаю, как сказать, я сейчас не делаю ставки на продажи, вот прям ходить с каталогами. Хотя я знаю, что если клюнет петух, то есть инструмент, берёшь каталоги и идёшь, действительно предлагаешь, и продажи будут 100%. Но у меня также в опыте есть 600 баллов личного объёма, это когда вот я реально ходила, отрабатывала эту методику и прям ввела статистику, сколько клиентов, сколько чего. Сама офигеваю от того, что я это потом научилась делать. А скажи, пожалуйста, с чем сталкивалась, когда шла на продажи, какие моменты тебе были сложные? Вот где было сложно? Ну, самое сложное было вообще начать. Вот для меня было всегда начать, потому что это вот этот первый барьер, когда ты приходишь к человеку, и ты понимаешь, что тебе-то надо. А как донестить и заинтересовать человека, чтобы ему было интересно тебя послушать? А как правило, я ходила по каким-то вот магазинчикам, ну вот по отдельным, да, павильончикам, и было сложно, потому что человек на работе, и он реально может отказать. Я это понимала. И я понимаю, что как раз в тот период практически все консультанты входили с каталогами, то есть это было все компании и все консультанты, и наши в том числе. И как сделать какое-то предложение или как запомниться человеку, чтобы он потом, если что, вообще запомнил? Потому что в моем случае, я помню, когда мы работали с курьером, был курьезный случай, когда вот принесли несколько каталогов, и потом пришел, ну, по-моему, это как раз был один из моих консультантов, девчонок, что она мне рассказывала. Я прихожу с каталогом отдать, а мне диктуют уже заказ, то есть я уже посмотрела каталог и это, то есть кто-то пришел до этого, человека не запомнили, пришел новый консультант, и ему выкладывают. Понятно, да. Вот, даже так, а тут надо действительно, чтобы тебя не забыли, чтобы это было не кому-то передано, вот, и поэтому самое сложное, вот, заговорить, начать отрабатывать возражения, потому что, как обычно, да, у меня нет денег, я занят, я, самое смешное, я не пользуюсь косметикой, и тут же, а тут же сканируешь человека и задаешь вопрос, то есть вы даже тушью глаза не красите? То есть видишь, что тушь накрашена? Нет. Я говорю, тогда какие у вас природные красивые ресницы? И человек так, опа, попался. Но у меня, кстати, был момент, когда я боялась, и мне повезло, знаешь, что я делала? У меня есть в нашем городе подруга, она коллега, и мы с ней вместе ходили, то есть вот, вот когда вдвоем не так страшно. Она была неопытна в плане продукции, и вот, вот рассказать, и заинтересовать дали, но она запросто знакомилась, то есть она могла к любому подойти. Мне было тяжело подойти, но мне не тяжело было рассказать. Только мне задай вопрос, я уже начинала рассказывать, я знала, о чем говорить. То есть я нарабатывала вот этот профессионализм для того, чтобы разбираться в продукции, как она работает, какие составы, кому что подходит. То есть это обязательно было для меня условие, я это изучала, чтобы не попасть в просаг. Потому что, когда ты свою компетентность показываешь, то ты интересен, вот то, о чем ты говоришь. Но подойти для меня была катастрофа длительное время. Одно дело в магазине, когда ты стоишь, и ты стоишь, к тебе приходят. А тут же нужно идти к людям, это же нужно это. И вот первый мой опыт мы начинали вместе. Ну, не совсем первый опыт. Я продажи делала, но по знакомым, по друзьям. А вот именно, когда новых клиентов искать, мы прям вот этот опыт с ней отрабатывали. Она, короче, это, запросто подходила, заводила разговор. Только человек задавал какой-то вопросик. Вот, вот меня тут и я. Я тут как тут. И вот мы продажи делали вместе. Мы в параллелях. Мы даже не в одной структуре. Это я про Аню Федорову говорю. И мы сделали так вот запросто. Получалось, мы делили пополам баллы и пополам делили прибыль. Вот такой момент. А потом я понимала, что мне-то надо научиться подходить. И я просто-напросто сказала, говорю, давай теперь я буду пробовать подходить. А ей нужно было отрабатывать именно методику. И мы уже потом перестроились, начали вот этот момент. Потому что когда вдвоем на подспорье, то тут уже, если человек запинается, то уже второй может поддержать. И уже давай поговорим. И получается троица такая счастливая. Давай поговорим об этом. То есть у нас вопросы происходили. А давай поговорим. А у тебя какой опыт? А у тебя... Ой, а знаешь, а у меня-то, а вот у моей подруги-то... И вот получался вот какой-то разговорчик, а не продажи. И вот это вот можно делать запросто. И как со своими консультантами, точно так же со своими параллелями с подругами. Чего бы нет. То есть вот этот момент. А ты сейчас начала рассказывать, я вспомнила историю. Расскажи, как вы ставили себя в условия и уезжали в другой город. Вот это вот... Я думаю, что один из способов научиться. Для меня сейчас это как раз-два. Как левой пяткой, запросто. То есть для меня вот этот опыт приобретенный... Я могу в любой город теперь поехать. И могу там в любом городе... В любой стране, в любом городе я могу устроить продажи. Я могу найти новых консультантов. Это запросто. Была такая ситуация, когда мы были на выездном семинаре у Заварухиных Светланы и Олега. И там приезжала Светлана Луговых. А она проживает в маленьком... Она называет мегаполис Полевской. Мегаполис Полевской, мы все время смеемся, Екатеринбургская область. И она вот рассказывала... Им же в маленьком городе мало места. И они вот ездили по малым городам. И она рассказывала этот опыт, как они это делали. Я всегда слушала, думаю, господи, это ж какую силу воли надо иметь. Да сколько ж это вот нужно вот в себя собраться. Ну как-то однажды мы решили рискнуть и попробовать вот эту методику. Также с Аней Федоровой. Мы проживаем в городе Миаси. И вроде бы он не очень маленький, но и не крупный, не мегаполис. Мы решили поехать в Челябинск. В мегаполис. И причем не просто поехать. Мы запланировали. И в течение трех месяцев каждую неделю, два раза в неделю, мы приезжали в Челябинск. Представляете? Два раза в неделю. Это получается в каждой неделе около пяти недель. Ой, в каждом месяце около пяти недель. То есть 10 недель умножить на 2. То есть 20 раз мы приезжали в город Челябинск. Не на 2, а на 3. 30 раз мы приезжали в город Челябинск. Но условие у нас было такое. Ну, мы, конечно, там и листовки готовили, и у нас были каталоги. Но условие у нас, вот да, и улыбается. Потому что она знает эту страшную историю, потому что я сейчас вам скажу страшную. Когда кто-то говорит, ой, я боюсь там пойти в городе, там отнести каталог, да я боюсь листовки раздать. Для меня это смешно. У нас было условие. У нас были деньги на дорогу только туда. И больше мы не брали ни копейки. У нас с собой была продукция. Ну, небольшая пакетик. И у нас с собой были каталоги и листовки. Мы это делали специально. То есть мы понимали, что если мы приедем с деньгами, что-то пойдет не так, вернуться домой мы не сможем. В гостиницу мы не устроимся, денег нет. Ну, какая гостиница? Мы тогда на продажах работали. Там в начале пути. Соответственно, мы шли и продавали продукцию. За этот день у нас была задача продать этот пакет. Мы брали специально такое количество продукции, которое как раз на обратную дорогу и на поесть хватало. Если мы не продадим, мы не поедим. Целый день. Если мы не продадим, то мы не увидим обратно. То есть мы себе вот такую садомазу устраивали. Но самое удивительное, мы обычно продавали. Он же тяжелый еще его таскать целый день-то. Мы как-то однажды целый день потаскали. Поленились. Неудобно. Некомфортно. К чужим людям подходить. А вдруг людям это не нужно. И мы как-то целый день потаскали. Чуть так устали таскать эти каталоги и вот эти вот пакеты. Ну, как вот, знаете, как челночницы. Но мы красиво были одеты. Мы были накрашены. У нас были красивые пакеты. То есть мы так цивильно вели себя. Но в любом случае, как челночницы. И вот один раз мы так потаскали целый день, устали. И потом мы стали делать, когда на следующий раз мы уже приехали, чтобы нам уехать обратно. Мы уже потом продавали. В первый час мы продавали продукцию. Во второй час мы раздавали каталоги уже. А уже потом далее у нас была стопочка листовок, которые мы раздавали на приглашение на следующий раз. То есть мы и продажи делали. Мы и как люди раздавали. Потому что мы могли созвониться с этими людьми и собрать заказы в другом городе. Но благо были сервисные центры. А сейчас пункты выдачи. Тогда был только сервисный центр. Мы могли на себя заказать заказ на сервисный центр. Прийти забрать этот заказ уже в Челябинске, чтобы с собой не везти. И уже отнести нашим клиентам. То есть мы продажи отрабатывали. Мы отрабатывали именно наборы новых клиентов. Но еще мы раздавали листовки. На следующий день, вот как мы приезжали. Мы приезжали понедельник. Ой, а я не два раза. Понедельник, среда, пятница. Мы через день. Вот я уже забыла. Потому что действительно понедельник, среда, пятница. В понедельник мы раздавали листовки на среду. В среду мы раздавали листовки на пятницу. А в пятницу мы раздавали листовки на понедельник. То есть вот этот процесс мы делали. И получался вот такой хороший момент. У нас появилось огромное количество. То есть в первой половине дня мы продажи клиенты. Во вторую половину дня мы договорились с сервисным центром. Там встречались уже с людьми. Люди приходили на конкретную. И пункты выдачи были. Приходили на конкретное время. У нас очень хороший рекрутинг был. Мы прям вот так выездили. Вот три месяца мы прям работали конкретно. Вот упорно. А еще у нас был другой опыт. Мы работали в домах отдыха на продажах. Вот там было тяжелее. Машины у меня тогда не было. Соответственно, или мы вот так вот автостопом. С большими сумками, с продукцией. У каждого по рюкзачку, да по две сумеечки. Мы делали выставку продажу. Потому что в городе продажу делать нельзя. А там у нас была основа не просто продажа. Мы консультировали. Мы ездили в дома отдыха. Дома отдыха, они имеют свойство. Сейчас вот лето наступает, да. Скоро карантин закончится. Откроются дома отдыха. Мы приехали к начальнику дома отдыха. Показали сертификаты полностью все наши. Что у нас есть сертифицированный продукт. Что у нас есть, действительно, мы можем консультировать и помочь. И платили за аренду. И мы говорили, что наша задача не продать. Наша задача проконсультировать. Потому что туда приезжали с разных городов. В доме отдыха. И был очень хороший момент поработать именно с этими людьми, которые приезжали. Там появлялись. То есть мы, конечно же, делали... Мы возили с собой столик. Потом мы договорились. Мы этот столик оставляли. Он зонтиком был. Мы этот столик оставляли там в помещении. Ну, то есть приезжали без него. Мы все красиво было. У нас были подписаны каталоги. На каталогах были определенные акции. Люди могли нам из дома отдыха позвонить, сказать. Вот вы знаете, мы посмотрели тут. Вот у нас шампунчик мне тут приглянулся. А вот средства для лета. Вот для загара и вот это. Вы можете нам привезти? У нас даже были, знаете, как ситуации. На тот момент в компании Фаберлик не было прокладок. И на тот момент были, например, не было... Раньше, помните, на телефон какие-то вот были купончики такие, чтобы положить деньги. Вносишь какой-то код. Да. Вот. И у нас люди прям просили код. Вот такие купоны мы привозили. А можете мне привезти там вот на такую-то сумму? Я вам деньги сразу отдам. Прокладки можете привезти? Можно. А мужчинам особенно пена для бритья, шампуни, зубные щетки там. Ребенок потерял там зубную щетку, еще что-то. То есть мы подвозили вот такой момент. Так что вот и такие продажи были. И такие продажи были. Вот ты как-то что-то меня... Вот ты как-то что-то меня... А что-то иногда это... Пропало, прям отключилось, потом раз опять включилось. Так эхо. Я как будто бы сама... Повтор идет от меня. От меня повтор какой-то идет. Или нормально точно? Понятно. И вот туда мы ездили... Сейчас слышно? И вот там у нас были вот такие продажи. И мы прям хорошо продавали. Я могу вам сказать, что у нас прям за каталог у нас выходило у каждой где-то по 400-600 баллов личного объема. Ну и доход у нас там был порядка 5-6 тысяч, может быть, даже и больше. И консультантов мы приводили. Так мы работали где-то года 3 или 4. Сейчас я уже не работаю. Таким способом мы потом сделали другой момент. Да, мы просто привлекли своих консультантов, лидеров, кто хотел научиться. Их научили. Они постояли, посмотрели. Потому что там много всяких фишечек мы делали. И конфетки маленькие для деток мы привозили. И для мамочек мы привозили пробнички и в подарок дарили, потому что кто-то там забыл парфюмчик. И многое-многое всякие фишечки такие вот были. И вот мы девчонок своих научили. Теперь девчонки передают. Одна стала директором, другая стала вице-директором. Они теперь уже своим передают подобный опыт. То есть, как говорится, тренинг совместного действия произошел. Вот и такой момент. Сейчас если повспоминать, как продажи, это же огромное количество. Ты говорила, что у тебя есть какой-то секрет по поводу, как продажи делать. Алло. Ох. Я говорю, алло, как будто это телефон. Пропадает связь. Кто-то пытается, видимо, пробиться. Никак. Пробиться пытается. Смотри, по поводу секрета. Я просто поняла, да, вот раз у нас все равно, как бы мы подумали про то, что мы хотим поделиться. Темой продаж. Хотя, грубо говоря, по большому счету, я не продавец. Но вдруг в какой-то момент стали приходить. Ну, во-первых, да, был опыт работы со стойкой. Был опыт работы с теми же каталогами. Мы точно так же, кстати, выезжали. Я просто понимаю, что насколько передается вот эта информация. Помнишь, я тогда открывала несколько деревень. Мы ездили с мужем, тоже делали выставки, продажи по маленьким деревушкам. У меня там прям были структуры потом. И, соответственно, вот этот опыт нарабатывается, когда ты продаешь то, во что веришь. Во-первых, это действительно вера в продукт. Не поверю никому, кто скажет, что там что-то плохо. Я могу понять, да, как вот мы неоднократно рассказывали на наших структурных собраниях, что если кто-то говорит, что какой-то крем Фаберлик плохой, это не про плохой, а про то, что вам индивидуально не подошло. А это совсем другая история. Вот и всё. То есть качество, цена, вера в производство, высокие технологии и так далее, она вселяет вот эту уверенность в то, что ты продаёшь нужный качественный продукт. И оно даёт результаты. Потому что, знаешь, когда проходит время, и когда, ну да, я тут на днях начала замечать на себе морщинки, и думаю, боже мой, морщинки стали появляться. Да-да-да. Ну хотя, когда мне было 30, то есть около 30, да, я начала это замечать у своих подруг. У многих подруг, с кем общаюсь, кто не пользуется Фаберлик. А я понимаю, что на мне нет изменений вообще. И ситуация, например, с мамой и с моей сестрой. То есть они у меня вот всё это время, пока я Фаберлика не пользуюсь. И как действительно вот сестра сейчас продаёт просто тем, что время идёт, а лицо не меняется. И она даже говорит, что ей задают вопросы, как ты так выглядишь. И она говорит, я вот так вот продаю. То есть я ничего не делаю, просто мне задают вопрос, чем ты пользуешься. Вот эта вот вера в продукт, в то, что это действительно классные средства, в том, что можно подобрать. Ассортимент огромный. И самый большой секрет – это просто любовь. Любовь того, что ты делаешь. И сколько раз я тебе рассказывала, что как я сейчас продаю, как продажи происходят, любых причём, что Фаберлик, что каких-то своих услуг. Когда я просто вот в каком-то таком кайфовом состоянии, что мне это нравится, я начинаю про это говорить на каждом шагу, продажи делаются автоматом. Я не совру, потому что даже когда мы с тобой планируем прямой эфир, я понимаю, что я просто внутренне готовлюсь к тому, что кайфануть приходят запросы. Кто-то просится в марафон, кто-то на консультацию, кто-то задаёт вопросы как в команду. То есть я не делаю каких-то специальных действий, а просто кайфую от того, чем занимаюсь. Ты делишься. Делишься тем, что тебе нравится. Ты получаешь удовольствие от того, что ты понимаешь, что ты человеку можешь помочь. Когда вот действительно вот это состояние, когда ты понимаешь, что ты поможешь человеку, а не то, что, знаете, как лишь бы продать, как некоторого так... Продать, продать, продать. И неважно... Хотите, я вам один прикол расскажу из жизни. Много лет назад в нашем городе был такой мужчина, ну, такой представительный молодой человек, который продавал вообще снег зимой, ой, летом продаст. Ну, в общем, короче, зимой продаст. Неважно. Важно, снег зимой продаст. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, у него была другая цель. У него была цель продать любыми путями. И я помню, что как... Вот есть у нас такое шикарное средство, гель-интимный лубрикант. Слышали о нем? Многие... Поставьте там сердечки, кто слышал о геле и лубриканте. Это шикарная вещь. О нем можно рассказывать. Иногда просто краснеешь от того, что начинаешь рассказывать о нем. Но это просто великолепная вещь. Так вот этот мужчина, умея продавать, правильно умея продавать, он неправильно делал, что он это продавал таким способом. Но он умел продавать. Он продавал это средство для лица. И женщины покупали их. Это средство, гель-интимный лубрикант для лица. Я ему потом говорила, зачем ты это делаешь? Ты понимаешь, у людей лицо покраснеет. Потому что там мед, разогревающий эффект. У людей носы краснеют от этого. Ты зачем это продаешь? Потому что он говорит, мне главное заработать. Я, конечно, к этому отношусь не так. Я отношусь именно, чтобы помочь человеку. Чтобы поддержать его. Вот когда вы с душой, вот когда вы стараетесь не продать, сейчас еще один пример расскажу из жизни. очень часто своим клиентам мне говорят, вот я хочу вот это, вот это, вот это и вот это. Я говорю, нет, я вам это не продам. Они говорят, как это вы не продадите? Я говорю, ну потому что вот это, вот это, вот это, это не по вашему возрасту, раз. Во-вторых, это не по вашему типу, два, типу кожи. И третий момент. Вы хотите, чтобы вы потом получили аллергическую реакцию, или чтобы ваша кожа привыкла к более сильным средствам, хотя у вас более молодая и здоровая кожа, вы хотите, чтобы вам потом мертвому припарка была? Я не продам вам эти средства. То есть я вот так говорю. И когда вот так говоришь человеку, человек понимает, что тебе не все равно. Когда тебе не все равно на человека, которому ты предлагаешь продукт, задача должна быть, вот мое. Помнишь, Даша, как-то однажды была ситуация, я помню, Даша, когда еще в самом начале пути была, была в молодежном проекте, помнишь, у Светланы и Олега Заварухиных, маленькая девочка такая, Глесенька, с маленьким ребеночком, три годика, да, два года. И сама такая, ребенок-ребенок, и я такая, мама-наставник. И мы как-то пошли в кафе, как раз, помнишь, в кафе пошли, и пока мы стояли в очереди, а, нет, ты спросила, Тоня, ну как научиться продавать, вот как вот сделать так, чтобы вот продавать. Я говорю, хорошо, мы сейчас пойдем в кафе кушать, я тебе покажу, как я продаю. Помнишь? Ну, мы-то потом неоднократно так с тобой делали. Да, ну ты просто тогда именно вот сказала, как ты так это делаешь, как будто левой пяткой. Левой пяткой. Вот ты тогда эту фразу ты придумала именно тогда, ты сказала, ты продаешь как будто левой пяткой. Мы пока стояли, я вам расскажу эту фишку, мы пока стояли в очереди, у нас, естественно, были каталоги, как всегда, с собой, то мы разговаривали с людьми, разговаривали об этом, об этом, я где-то шутила, спрашивала, а какое вот это, а какое вот это, а как вот это, а скажите, а вот эти помидорчики как? Ой, у меня мама любит готовить помидорчики. То есть я настраивала разговор с человеком, находила общие точки соприкосновения, и когда человек начинал улыбаться, я его наталкивала на определенную, какой-то, какой-то его вопрос по отношению к какому-то продукту из фабрели. То есть, например, она говорила, да, я тоже люблю готовить, но очень часто у меня, я обжигаю руки. Ну вот приходится горячее охватать, и в духовке я говорю, ой, вы знаете, у меня тоже такие были проблемы, но вот, ну, они правда были. Я ей какую-нибудь историю рассказывала, как у меня там рука эта заболела, я говорю, благо, наше средство, этот, как его, наш гель, кислородный бальзам, да, его наносишь, и все, проблем нету, и правда, жжет, говорю, ужасно. То есть, вот на нормальном русском языке я говорила, прям нанесли, ой, катастрофа, жжет страшно, но зато потом никаких ни пузырей, никаких проблем, очень быстро заживает, и очень быстро даже кожа не слазит. Она говорит, а мне бы такой нужно. Я говорю, а вы мне дайте свой телефончик, я вам его принесу. Потом еще мы кому-то каталожик дали, кто-то там еще заговорил, и вот такие способы, вот просто заговорить человеком, найти общий язык, сделать так, чтобы люди начали улыбаться. Если человек с вами не хочет общаться, да зачем ему продавать что-то, да зачем ему что-то предлагать. У человека могут быть проблемы дома, может быть, они поругались с мужем, может быть, у него, извините за такое выражение, уже, наверное, 10 лет секса нет, и поэтому он всех ненавидит. Не, ну а что? Может быть, в данный момент ребенок болеет, или начальник обругал, ему вообще не до вас, ему вообще не до покупок, даже элементарных прокладок, которые нужны каждой женщине. Не тот момент, не та ситуация. Если человек с вами выходит на контакт, если он начинает улыбаться, начинает с вами шутить, вы шутите, он смеется, вы рассказали какую-то смешную фишечку, а он начинает хохотать, вот тут можно уже завести разговор, уже сказать спасибо ему огромное, и предложить ему момент. Кстати, одну фишку вот скажу, вот буквально вчера, маме сегодня день рождения, вот мы с вами проводим прямой эфир, я уже вот уже приготовила еду, и поеду мамочку поздравлять с цветами вместе, вот ей сегодня 86 лет, но чтобы она была красивая, вчера я ее возила к парикмахеру, чтобы ее подстригли, ну зима, карантин, обросла, надела на нее маску, свозила, и парикмахер просто великолепный, она ее так красиво подстригла, прям вот, ну просто прелестно, я маме сказала, сиди в машине, сейчас приду, а я с собой взяла антибактериальное наше средство, сидите, я сейчас покажу вам его. Мы никуда не уходим, Татьяна. У меня как раз оно под рукой вот такое антибактериальное средство, я его, только сюда я вставляю другую пимпочку, такая обрызгалка, то есть от наших этих спреев, и вот я обычно вожу в машине, потому что можно побрызгать руки, можно побрызгать руль, можно побрызгать, если вы в перчатках, перчатки, если кто-то к вам сел в машину, вы можете побрызгать ему, обработать поверхности, и оно у меня стояло, и как раз, благо было новое, и как раз я уже поменяла вот с этой сбрызгалкой. Что же произошло? Я когда увидела, что она, во-первых, парикмахер, я понимаю, к ней приходят клиенты, тоже же обезопасить ее хочется, поэтому я пришла к ней и принесла вот это средство, и сказала, спасибо вам огромное, это вам презент, за то, что вы так прелестно подстригли мою маму перед днем рождения. Как она была мне благодарна, она сказала, ой, спасибо вам огромное, а можете дать телефончик, вдруг мне что-нибудь еще потребуется? Я говорю, да, конечно, и я ей вручила свою визиточку и дала каталог. Она сказала, замечательно, может быть, нашим девочкам понадобится, я обязательно вам позвоню. Вот продажа без продаж, понимаете, вот такой момент, вот продать левой пяткой, это мы его так называем. И ты хотела сейчас что-то рассказать, историю одну. Ты сказала. Ну, у меня уже мысли ушли, да, я по поводу как раз левой пяткой, что мы, почему название так, вообще, почему левая пятка возникла? Потому что даже самое неудобное, какое-то некомфортное действие можно делать это легко. Это вот про это. Да, то есть что сама фраза, это значит, что левой пяткой. Что даже, казалось бы, да, тяжело что-то сделать этим местом на нашем теле, то есть такое неудобное, но это делать настолько легко, настолько комфортно. Я знаю, что Татьяна точно так же и рекрутирует, да, то есть по большому счету, если рекрутировать, согласись, через тот же самый продукт, когда вот ты любишь, и просто делишься, точно так же будет очень классный результат, потому что человек сразу влюбляется в то, чем он пользуется. Ну, это же самые продажи. Да, да, да. Ну, кстати, я могу сказать, что в принципе, как нас зарекрутировали, да, мою сестру зарекрутировала Светлана, они с сестрой лежали в роддоме. Точно так же у меня сейчас есть постоянная клиентка, мы с Катюхой лежали в роддоме, и вот сейчас на протяжении, да, какого-то времени поддерживаем, просто общение. И когда, вот для меня действительно очень странно, когда приходят люди, особенно серьезно настроенные, и говорят, что я не могу продать, даже там на минимум объема, который, ну как, вот мы сейчас, что ты, что я, делаем 100 баллов личного объема на товарах первой необходимости. Раз, два. Я вам, ты, я аппарат ПКМ купила со скидкой, 40% скидка, вообще, нереально, вот вам, пожалуйста, уже 29 баллов. О чем разговаривали? да, да, Что? Ну вот точно так же. Сейчас есть проблема у всех, да, что, например, многие магазины одежды закрыты, ну просто реально закрыты. Угу. Я тут зашла, мне надо было сыну купить шорты, и посмотреть вообще, что есть из одежды. У нас как корова языком слезала, у нас нет ничего, у нас только вышла новая коллекция, уже нет ничего, пусто. Да, кстати, это все, и такого никогда не было, просто вот, в Фаберлик слезали все. Еще нет, они начались, а уже, да, то есть если женская, опять, в женской коллекции достаточно много разных вариантов, там уже маловайсенько все расхватали, ну, наличие. Да, да, а вот детская я прям жду осени, и буду хватать в первую очередь, потому что, ну так обидно, хопа, и ты опять ни с чем. Вот, то есть буквально для себя, говорю, мы тут купили шоколадки, зачем идти куда-то, если можешь купить шоколадки у себя? Те же велнос-коктейли, ой, ну просто, ну просто прелесть, ешь и худеешь, но об этом мы потом, да, поговорим, как раз и наш марафон, который будет скоро, который, с сегодняшнего дня мы набираем группу, точнее так, вот, поэтому можно, не продавая, продавать все. Да, 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 вообще, есть такое, есть такое понятие, когда человек говорит, я не могу, это равно, я не хочу, нету потребности, нету, нету потребности, когда человек говорит, что я, например, вот очень многие говорят, ой, я бы хотела больше зарабатывать, ой, я хотела бы, чтобы у меня были свободные деньги, ой, я хотела бы не зависеть от мужа, и бла-бла-бла-бла. Вот, когда это не действуется, когда это не происходит, это просто бла. Извините, если я кого-то сейчас обидела, но это на самом деле так, потому, ну, ну, потому что это так. Если человек живёт в определённой категории финансовой, его это не устраивает, то он наизнанку вывернется, как я в ларьке работала, с этими алкашами, как я на базаре работала, когда я пришла в Фаберлик, я начала это действие, потому что мне надо было. Если человек говорит, хочу, но не делает, или наткнулся на первые какие-то проблемки и говорит, ой, ну, господи, стыдобень, позорище, то значит человеку не надо, ему достаточно. Если человеку... Достаточно. Это же психология на самом деле, да, что не дашь мне соврать. Скажи же, да? А, его всё устраивает. Его всё устраивает. Хотя он говорит, что его не устраивает. Потому что, если человека не устраивает... Хорошо, вот другой пример приведу. Извините, буду грубый пример приводить. Когда человек... Ну, что ты заулыбалась, да? Будешь говорить о том же самое. У меня так интересно было, дойдёт до этого или нет? Ну, примеры привожу такие. Представьте такую ситуацию, что... Вот я не пью пиво, но представь... Ну, в своё время пила пиво. Представьте такую ситуацию, что вы выпили три литра пива. Представили? Поставьте мне сердечко, что вы представили. Три литра пива. Ну, вообще, короче, через какое-то время у вас наступает такой момент, когда пиво три литра хочет выйти. А вы ему говорите, ой, ты знаешь, это так стыдно, так позорно. Нет, я не могу тебе дать возможность. Не время. Не время. У меня вот-вот-вот не получится. Ты понимаешь, нету резко, нигде туалетика. Вот нигде нету. Вот, вот когда наступает какая-то такая критическая ситуация, то человек, у него вот такие глаза становятся, он начинает бегать, и думать, что сделать, что сделать, что сделать, что сделать, что сделать. Это мы, кстати, когда ездили в Челябинск, вот с Аней, была ситуация, ну, на улице же туалетов нету. Такая ситуация. Не во все помещения пускают. Это нужно где-то найти. И мы бегали, а зима, и у меня было такое пальто, знаете, такое приталенное и расклешенное. И уже мы дохохотались до такой степени, что мы найти не можем, что я сказала, Брюс, слушай, я сейчас возьму, сяду на урну, закроюсь этим пальто и буду как на трешка. Извините, что я такую, вот такие ужасные подробности рассказываю, но вот когда в этой ситуации ты не знаешь, что делать, ты изыщешь любые возможности. ты пойдешь, договоришься, ты попросишь, ты встанешь на колени, помогите, ты придумаешь любую ситуацию. А когда человек говорит, мне не хватает денег, меня вот сейчас уволили, я не умею продавать, это стыдно, я не умею рекрутировать, я говорю, вам просто не нужно. Вам не приспичило. Если вам приспичит, вы изыщите и придумаете, изобретете свой велосипед, чтобы это делать запросто. Таня, по большому счету и придумывать велосипед это не нужно. Сейчас настолько интернет изобилен огромным количеством всевозможных инструментов, как это работать. Это и по поводу сетевого, и вообще продаж любые техники, любые инструменты, все доступно. Есть специалисты прям по скриптам, по скриптам продажам, по прозвонам, по написанию текстов, чтобы прям это тренировать. Но опять же, без желания и вот с этими страхами не получится. Обучиться всему и толку будет ноль. Да, толку будет ноль. Потому что, ну вот действительно, вот сколько мы по опыту знаем, сколько не тренируйся, вот просто, и потом боишься выйти и что-то сказать, конечно, ничего не произойдет. Нужно просто брать и делать, просто тренироваться, просто выходить из зоны. Давай сейчас по пунктам, скажем, вот прям вот по пальчикам, скажем, именно что важно, чтобы продавать левой пяткой запросто и без проблем, чтобы научиться этому. Вот первое, как ты думаешь, что самое важное? Ну, я думаю, что это верить в то, что ты делаешь. Ну, в продукт, да, давай с продукта, вера в продукт. Любовь и вера в продукт, да, потому что если человек не пользуется сам, если ему этот продукт не нравится, естественно, он продать его не сможет, согласна? Первое, это вера в продукт и любовь в продукт. Второе, выход из зоны комфорта, ну, нужно просто взять и выйти из того состояния, что ты боишься, страстно или еще что-то, просто берешь. Делать первый шаг, просто вот себя за шкварник вот так вот, вот так взять за шкварник, все, и сказать шкварник. Даже помнишь, мы отрабатывали такую технику собери 100 нет, когда ты идешь не просто фокусируешься на том, что, а может быть, мне кто-то откажет, ой, это было так ржачно, когда я собирала впервые свои 100 нет, когда приходишь человеку, предлагаешь, он говорит, нет, и ты говоришь, о, спасибо, круто, записываю, в смысле? Да, да, Человек настроен, а ты, о, круто, еще одна галочка, да, да, да. Ну, вот, второй, сделать первый шаг, третий, я все-таки думаю, что это обязательно опыт, то есть нужно наработать опыт, потому что от одной-двух продаж не получится, именно опыт даст возможность понять, в чем ваша фишка, да ведь? потому что у каждого своя фишка, повторить там курячу, как она продает, никак, повторить титову, как она продает, никак, повторить своего наставника, не так. когда появляется опыт и когда появляется наработка, появляется уверенность, вера в себя, что я так могу, это следующий пунктик, получается, вера, мы можем начать с веры, с продукта, да, то есть, да, нет, это получается вера в продукт, а следующий пункт уже, следующий пальчик загибай, это вера в себя, когда ты можешь, ты вдруг понимаешь, что ты можешь продать хоть что, то есть это вот внутреннее твое состояние, что ты уверен в себе и тогда вот это действительно вот это вот про то, что я описывала, ты начинаешь просто рассказывать о том, что ты кайфуешь от чего, а тебе приходят сообщения продай, продай, продай ну там или еще что-то причем ты правильно сказала, что вера в себя появляется после опыта потому что получаются полезные какие-то появляются благодарные клиенты которые говорят, ой, как мне это нравится ню-ню-ню когда появляются первые крупные продажи, консультационные именно ню-ню-ню-ню-ню, счастье ты делаешь 600 баллов личного объема, понимаешь, что ну раз ты один раз сделал, значит ты можешь повторить еще что вот я хочу, чтобы это как ты думаешь? Ну я думаю, инструменты и технологии, то есть уже на последнем шаге идут инструменты и технологии это не последний шаг тогда ладно, я скажу, что я думаю вот знаете как, я просто для себя думаю, что именно любовь к людям и любовь к клиентам любовь к клиентам желание им помочь а не лишь бы продать не как лубрикант на лицо не так, а именно желание помочь и желание где-то отказать, потому что отказ может быть помощью я, кстати, знаю, сейчас это еще вспомнила первая моя продажа первая моя продажа для меня настолько было хотелось продать вот я уже зажала кулачок первая моя продажа была абсолютно неправильная на тысячу процентов у меня была знакомая очень хорошая знакомая к хорошим отношениях были я ей дала каталог, она его посмотрела и выбрала для себя средства которые именно антивозрастные которые свыше 50 лет то есть те, которые суперлифтинг, супер это а самой девочке было 26 лет всего но они были настолько дорогие профессиональные мощные и там было да, и она купила и она мне говорит вот я хочу весь комплекс я первые деньги заработала и я купилась дура по-другому сказать не могу я купилась дура вот на эту продажу я заработала первые деньги но я потеряла свою подругу я потеряла первого клиента напрочь потому что когда она начала пользоваться у нее такой взрыв на лице произошел не по возрасту лифтинг начало все тянуть а еще там был один продукт который просто неправильно надел а я же не знала я же не учила ну в тот момент я не знала как работает продукция я не пробовала и мне по возрасту оно не подходило и у нее короче были такие проблемы с лицом но я тогда получила первые деньги второе я получила первые баллы и тогда 65 баллов это было как 100 с лишним я тогда первая да, прям крупный заказ но это для меня знаете как вот для меня вот тот опыт как нельзя делать категорически делать нельзя и я теперь всегда об этом помню потому что я потеряла этого человека вот поэтому я говорю что обязательно любовь к человеку а вот сейчас вот давай еще за временем смотри у нас время подходит с тобой а я не а я не вижу время у меня нет будильника оно у тебя оно у тебя нет оно у тебя появится засигналит пока не было видите вот я такая умница интернетчик продвинутый Дашу спрашиваю и мне не стыдно что я ее спрашиваю как это делать потому что один раз она мне покажет и все без проблем то есть вот важно спросить своего наставника важно спросить посмотреть какие-то видео в компании важно чему-то обучиться что-то найти важно обратиться к нам к Дарье на аккаунт обратиться ко мне на мой аккаунт полистать там много информации различной поучиться задать вопросы и после этого попробовать бояться и начать делать да да и просто тупо пойти делать несколько раз пусть вам по лбу треснет вот этой шваброй или вот этими граблями бумс ага что сделала не так пошли в сторону сделала по-другому как знаете есть в психологии такое понятие скрестить руки по-другому скрестить руки по-другому плохо видно сейчас покажу вот скрестить руки да ну это ты скрещиваешь как тебе привычно а обратным способом уже видишь уже уже тяжело уже тяжело но получается скрестить руки по-другому делаем на автоматизме крестить руки по-другому или так вот или вот так вот скрестить руки но по-другому и просто попробовать и сделать да скажи пожалуйста почему у людей происходит вот этот психологический бить когда они идут просто некомфортно понимаешь есть тип людей которые постоянно учатся развиваются и для них это норма выходить из зоны комфорта делать постоянно что-то новое а для кого-то некомфортно то есть кто-то вообще не привык делать что-то новое по-новому и соответственно человек не может справиться со своими страхами то есть по большому счету мы что делаем мы либо идем в сторону страха и с ним прорабатываем либо мы от него бежим но ведь можно всю жизнь бегать от своих страхов и в итоге ну ничего не получить никаких своих мечт никаких своих желаний не исполнить просто потому что мы будем постоянно от него убегать это даже не в продажах это вообще скажу же правильно? но это не только в продажах нет это вообще вообще в принципе да а продажи они вот обличены в какой-то момент негативной окраской и когда вот я тут недавно сказала фразу что как мы договоримся продавать мне сказали что мы не продаем мы предлагаем услугу я говорю мы продаем всегда везде и все и всюду мы идем в магазин покупаем вкусные конфеты рекомендуем своей подруге приходит она в гости мы идем в кино мы пишем мы постоянно что-то рекомендуем мы продаем мы идем на работу устраиваться мы продаем себя мы ведем блок мы продаем себя мы можем говорить я такая красивая посмотри какой она у меня платьица какая у меня прическа вот я губки накрасила видишь мы себя продаем да-да-да мы постоянно продаем просто когда вот это сидит в голове негативная окраска что продажи это плохо то соответственно все что ты сюда начинаешь вот в продаже вталкивать вот по смыслу все сразу начинает негативная окраска по большому счету мы это делаем каждый день каждый день мы идем даже в магазин когда мы сами покупаем мы себя продаем продавцу чтобы она она смогла оценить и что-то нам предложить вспомни да когда иногда приходишь в простой одежде у тебя большая сумма денег на тебя смотрят и думают нет ты не для нас а когда другая ситуация приходишь нарядная тебя сразу оценивают о ты для нас хотя может быть внутри-то наоборот то есть как бы да это вот все типы осталось 27 секунд сейчас закончится продажи это легко просто и классно и вообще комфорт и кайф вот честно если вы это попробуете примените наши советы то вы увидите как это персик да ну и пишите нам что-то что-то Продолжение следует...